Белая зима Но мы утеплились У нас есть 3 дня по традиции И мы готовы путешествовать По району имени Полины Осипенко Поехали! Начнем! Николай Николаевич, добрый день! Очень рады быть у вас в гостях В районе имени Полины Осипенко Рады вас приветствовать в нашей программе Ну и по традиции Зададим вам такой вопрос В чем, по вашему мнению, уникальность Района имени Полины Осипенко? Уникальность нашего района Прежде всего географического расположения Он практически в центре Находится Хабаровского края Поэтому у нас и перекликаются Такие нюансы, как и вроде Южного района и Северного района И район нас приравненный к районам Крайнего Севера Ну в качестве того, что он уникальный тем, что Он носит имя летчицы Которая Участвовала в беспосадочном перелете Экипаж самолета Родины Изначально он назывался Керминским районом До 1938 года А фактически уже населенные пункты Формировались в 19 веке В 70-х годах Ну переселенцы в основном Со средней полосы России Западной Западной Сибири Они сюда приезжали, осваивали Постолупинской реформе Еще нужно отметить, что В период Гражданской войны Здесь проходили Такие драматические события Но это более подробно Вы можете узнать в нашем музее Там есть целая рубрика И специалисты расскажут Об этих событиях Основная часть Экономики уже развивалась После Великой Отечественной войны Это, значит, тогда уже были Такие крупные предприятия у нас Поскольку золотодобыча Это основная отрасль Экономики была Это создавались Кербинский приз С Брякану, Веселогорка, Главный стан И Херпучинский приз Это были городообразующие предприятия Содержали всю социалку И, по сути дела В общем, развитие строилось от них полностью В настоящее время Он, в общем-то, основа золотодобыча Остается та же Золотодобыча И развитие лесного хозяйства Лесного хозяйства Оно динамично развивается В настоящее время Вы можете посетить Наш предприятие лесного хозяйства Лесничество Которые, в общем-то, нам Возможности по полочкам Расскажут Их свои перспективы И, в общем-то Что они на настоящее время Чем работают У нас компактно проживает Коренные малочисленные народы севера И, в общем-то, у нас есть поселок Село Владимировка Которые тоже необходимо Проехать и познакомиться С самобытной культурой Бытом Кухней Этого народа Там проживают И гидалицы Вот у нас Они самые Компактные проживают В нашем районе Ну, в принципе, понятно Да? Историческая часть В Краеведческий музей В Кербинское Экскурсия обязательно, я думаю По Полине Осипенко В Кербинское лесничество Лесничество Обязательно съездим В Владимировку Николай Николаевич Спасибо вам большое Мы, наверное, уже отправляемся Отправляемся Мы путешествуем по району Имени Полины Осипенко Район имени Полины Осипенко Имеет богатую историю Славится своими героями Войны и труда За 95 лет своего существования Он прошел путь преобразований И переименований Ну, с подписанием Айгуньского договора 1858 года Между Китаем И Российской империей Началось активное изучение Территорий Дальнего Востока В частности, нашего Преамгунья Изучался народ Который проживает На территории Нашего Преамгунья То, что находится В недрах нашего района И, в частности Одна из экспедиций Инженера Аносова А династия Аносовых Это довольно-таки знаменитая Была по тем временам Российской империи Провела разведку Полезных ископаемых На территории Преамгунья В результате которого Было выявлено Что эта земля богата Своими недрами Золото, серебро И различные полезные ископаемые Так пророчески он и сказал Что будущее развития Этой земли Зависит от ее недр Экспедиция Аносова Направилась в Благовещенск А там довольно-таки Интересная ситуация случилась Купец, предприниматель Харлам Петитюков Обманным путем Подпоив якобы Приказчика Аносовской экспедиции Выкрал карты С нанесенными на них Опознавательными знаками Где находится Обнаружено золото Оформил всю документацию Мы знаем, что с 1850 года Добыча золота Переходило Право добычи золота Переходило и частным лицам Оформило документацию И в 1869-70 год Прибывает на территорию Приамгунья Где закладывает первые Кербинские склады Для добычи золота По реке Керби Поэтому и в названии Нашего поселения Изначально Кербинские склады Кербинская резиденция И в последующем Через 12 лет При строительстве Со строительством церкви Мы стали называться Керби Керби в переводе звучит Как сила заключенная в имени Довольно таки Оригинально Да, оригинально и сильно Керби это получается первое название Совершенно верно Это название мы принесли До 10 июля 1939 года Когда произошло переименование Нашего района По ходатайству Жителей нашего села И жителей нашего района С 1870 года На территории Приамгуни Стала развиваться Золотодобывающая промышленность Мы так же как и американцы Пережили Золотую лихорадку По одним данным Что население На территории Приамгуни В период Как раз Самого Апогея Апогея Золотой лихорадки Достигала до 40 тысяч Что же привлекало их сюда Заработная плата Была неплохая Какая А вот представьте себе Вот я нашла такие данные Что Квалифицированный рабочий Путиловского завода Получал 70 копеек А рабочий на рудниках 2,5 рубля 70 копеек Получала Прачка Или кухарка В месяц Или в день В день В день В день Большие деньги Правильно Первые переселенцы Это были те Которые ехали сюда за золотом Объявили о заселении Сибири Дальнего Востока Вот Программа такая была И переселенцев Снажали Определенным Фондом На развитие На становление Своего хозяйства В Сибири Произошла такая осечка Буквально там Несколько лет Года три подряд Были не урожаи Тот материал Который Дали Финансовую поддержку Для того Чтобы переселенцы Могли обустроить Свой быт Были исчерпаны Но В результате Переселенцы Оставались Несчерпаны И оставалась Единственная Возможность Податься Вот на севера Податься Вот на эти Рудники Довольно-таки Приличная зарплата При этом Существовал еще Такое Правило Закон Его попытались В 905 году Отменить Сразу же пошли На рудниках Бурные Забастовки Это Что было Раз в месяц Человек Работающий На рудниках Мог стараться На себя Если Улыбалась Удача И находил Он самородок Он легально Мог его Оставить Оставить себе И вот То что Вот за день Он намыл Например Оставалось В его Личном Пользовании А так Вообще Строго Следила Горная Управа И Своя Была развита Система Надзирания За Работниками Чтобы не Утаивали золото То есть Каждому давался Определенный День Да Например Сегодня 13 ноября Я Мое золото Я все Нахожу Да Как жалко Что этих Правил Сейчас нет И вот Это явилось Конечно Хорошим Стимулом Для того Чтобы сюда Приезжали Да Да По быту Те которые Прибывали сюда Для работы На рудниках Прежде чем Прибыть Сюда Собственник Рудника Обязан был Предоставить Жилплощадь То есть Строились Казармы Минимум Соцпакет Предоставлялся Это рабочим Да Это для Крыша Над головой И На первое Время Это пропитание Ну и как вы сказали Да Получается В такие самые яркие Годы Этой золотой лихорадки Около Сорока тысяч Человек Здесь работало Около Сорока тысяч Населения Говорят Что было Но потом Естественно При организации Горной Управы Это Административный Орган Который Следил Затем За законностью Добычи Золота Добычи Золота Что естественно Произошел Отсев Те которые Окончательно Разорились Уезжали Что характерно До революции Кербинский район Был золотым Поясом Российской Империи На Территории Приамгуния Добывалось Очень много Золота Так что Даже Николай Второй Подписал Указ Об организации Афинажной Фабрики По переработке Золота В банковское Золото В городе Николаевский На Амуре Заботясь О Сохранении Своего Золотого Запаса И Потенциала Хотя Тут Были И Группировки Которые Действительно Можно назвать Бандитами Бандитами И со стороны Китайцев И со стороны Наших Как говорится Россиян Да Это все Было И было То Что Караулили На Тропах Тех Частных Добытчиков Золота И Отстреливали Криминалу Тут было Тоже Предостаточно Тоже Знаешь Сюжет Для Какого Нибудь Телесериала Именно Здесь Работала Одна Из Крупнейших Золотодобывающих Компаний Это Амгунская Золотодобывающая Компания Держателями Акциями Были Это И Министр Витте Барон Врангель Только Врангель Брат Того Барона Который Был Участником Белого Движения И Даже Матушка Николая Второго То есть Акции Держателями Акции Были Видные Деятели Российской Империи Предпринимателям Золотодобытчикам Было Выгодно Держателям Золотых Рудников Хозяевам Было Выгодно Привозить Тогда По тем Временам Самую Передовую Технику Это Вот Представьте Себе Драги Локомотивы С Германии Вплоть До Рельсов Для Автоматической Доставки Золотодосодержащего Грунта На Промывочный Станок Вместе С образованием Такого поселения Точки Как Кербинская Резиденция И появились Такие Населенные Понты До сих пор Существующие Это Веселая Горка И Главный Стан Самое интересное Главный Стан Почему так Названо Да Потому Что Здесь Стоял Там Стоял Находился Главный Офис Амгунской Золотодобывающей Компании А вот Веселая Горка Это был Как бы Прообраз Американского Лас-Вегаса Здесь Находились Золотоскупка Здесь Находились Злачные Места То есть Кабаки Опиемой Курилки Бордели Бордели Да Публичные Дома Все Находилось Именно В этом Месте Мало того Что там Рельеф С горочку На горочку Но действительно Веселая Жизнь Там Кипела В экспозиции Нашего Музея Находится Стол Подлинный Приказчика Амгунской Золотодобывающей Компании И Здесь У нас Представлена Тара Упаковочная Тара Для Для золота Да В период СССР У нас Афинашку В районе Не делали То есть Афинирование Золота Золото С добавлением Лигатуры Меди И других Металлов И очистка Золота Поэтому Песок Самородки Паковались Вот такие Металлические Деревянные И пластиковые Контейнеры Которые Спецферез Перевозила До Пункта Назначения Куда Не скажу Секретно Но по крайней мере Есть печать И все как положено Вот попали они к нам В экспозицию И находятся у нас На хранении А еще хотела бы Акцентировать внимание На лотках Не таких Не таких Лотках Которые Показаны В фильме Угрюм река Как ванна А настоящий Подлинный Лоток Который Изготавливался Именно Из Сросшегося Двойного Ствола Вот дерева Вот именно Вот эти вот Борозки В процессе Промывки Играет Очень важную роль По этим Борозкам Сходила Легкие фракции Песка А весь металл Находился Внутри Да Давайте перейдем К 1938 39 годам Про перелет Полины Осипенко Почему район Назван был именем Полины Осипенко И кто такая Полина Осипенко Переименован Переименован Да Расскажите нам 24-25 Сентября 1938 С подмосковного Аэродрома Стартовала Машина Самолет Под ярким Названием Родина Экипаж Составлял Три Женщины Полина Денисовна Осипенко Это второй пилот Командир корабля Валентина Степановна Грязодубова И штурман Марина Михайловна Раскова За этот полет Который проходил В тяжелых условиях Ввиду того Что полет Проходил уже осенью Когда активизируется Циклоническая деятельность Практически Получается Что в кабине Было Минус 34 А за кабиной Минус 52 Это Более суток Лететь В таком Напряжении Когда не хватало Кислорода И при этом Еще Перелетя Через Урал У них Отказала Связь В таких условиях Летели довольно-таки Долго И дальность полета Была зафиксирована Тот мировой рекорд Был зафиксирован Над Тугурским Заливом И на развороте Когда спрашивали Валентину Степану Грязодубову Куда вы планировали лететь? На это она отвечала А куда хватит Топлива? Жали По полной То ли в Николаевск То ли в Комсомольск Комсомольск уже существовал На тот момент В районе Сопки-Юкочи Уже подлетая К Сопки-Юкочи Сигнальная лампа Прибор Известила о том Что Топливо На исходе Поэтому Обсудив Такую ситуацию Валентина Степановна Грязодубова Принимает решение О посадке самолета На брюхо Без выпуска шасси Вот Но ввиду того Что кабина штурмана Была стеклянная И при посадке Была угроза капотажа Переворота через нос Вполне могла пострадать Штурман Поэтому штурману было Принято решение Что Марина Михайловна Роскова Прыгает с парашютом Валентина Степановна Грязодубова Посадила самолет Идеально Вся мототехническая Часть самолета Осталась В целости И вот Спустя уже время Когда их нашли 10 декабря 1939 года Специальная бригада Прибыла Поставила этот самолет На лыжи И он своим ходом Еще долетел До Комсомольска На Амуре А далее уже С Комсомольска На Амуре Этот самолет Вел Муж Валентины Степановны Грязодубовой Летчик Соколов Мы находимся вот в этом месте Вот А самолет приземлился Буквально на границе Близь сопки Юкачи Рядом находился Такой пункт Там даже было Сельское поселение Каменка Там находился Колхоз Красный Амгунец И рядом же находилась 30-е годы Репрессии Находилась зона Есть такая информация Что именно Заключенные Увидели Что уже здесь Пролетал самолет Буквально Без звука На бреющем полете Летел Большой самолет Серебристого цвета И уже сориентировались И определили Зону Поиска Итак 3 октября 1938 года Начинается Ну можно сказать Спасательная экспедиция По эвакуации Экипажа Самолета Родина Марина Михайловна Роскова Находилась В тайге И не знали Где она Местонахождение Были сформированы Звено Из самолетов Которые Занимались Именно Поиском Росковы Вот А в тот день 3 октября Был сброшен Десант Десант Которые Должны Оказывать Помощь Экипажу Родина А вот 4 октября 1938 года Над местом Посадки Экипажа Родина Произошла Одна из Страшнейших И крупных Авиакатастроф Того Периода Которая Держалась Более 50 лет Под грифом Секретности В результате Этой Авиакатастрофы Погиб Герой Советского Союза Брендинский И Видные Деятели Красной Армии Советской Армии Это Яков Сорокин Это В рамках Эвакуации Нет Нарушив Приказ Без Приказа Летчики ВВС Без Приказа Вылетели На место Посадки Нарушив Приказ Эвакуация Экипажа Занимался Гражданской Авиацией Нарушив Приказ Самостоятельно Вылетев Туда Говорят Что еще Набрали И Журналистов И вообще Посторонних Лиц И Над местом Посадки Они Кружили Около Двух Часов И вот В один Из таких Маневров Дуглас Сбивает Хвост Советского Отечественного Бомандировщика ТБ-3 Они Кружились Кружились И один Другому Врезается В хвост Один Падает Загорается Пощастливилось Только Четырем Десантникам Которые Находились Возле Открытого Люка Их Просто Выкинуло Тут же Падает И Дуглас Который По первому Ленг-Лизу Был Предоставлен Коневу Который Был командующим Армией На Дальнем Востоке Вот И вот Загорается Буквально Свечой Падает ТБ-3 Почему Почему Произошло Переименование Да Почему Произошло Переименование Почему район Стал называться Район имени Полина Осипенко После легендарного Перелета Москва Дальний Восток 2 ноября 1939 года Всем летчицам Было Присвоено Звание Героя Советского Союза Да Я хочу сказать Что Роскова Все таки Нашли Мы об этом Нашли Не сказали Нашли Спустя 10 дней Да Спустя 10 дней Летчики Гражданской Авиации Обнаружили Марину Михайловну Роскову Определенными Знаками Они ее Сориентировали Что именно Идти надо В направлении В каком направлении Надо идти К самолету Да И навстречу Передав информацию Уже Так Можно сказать Опорному пункту Который был сформирован Возле Самолета Родина Была направлена Группа Для встречи Именно Марины Михайловны Росковой На тот момент Она была Истощена У нее всего Оставалось Там плитка Шоколада Обморожена Явные признаки Переохлаждения И прибыв К нам Сюда Село Керби И еще Ее Приводили В чувство То есть Восстанавливали Ей силы Довольно-таки Она была Измождена Валентина Степановна Грязодубова Летчик Гражданской Авиации Работала В своей Отрасли Женщины Полина Денисовна Осипенко И Марина Михайловна Роскова Как летчики ВВС Стали продолжать Свою службу И вот Отрабатывали Различные Тактики И 11 мая 1939 года Случилось Трагическое Событие При отработке Полета Вместе с Героем Советского Союза Летчиком Серовым Случилась Авиакатастрофа То есть Были Совершены Фигуры Высшего Пилотажа На предельно Низких Высотах Что привело И к Трагическим Таким Событиям Узнав Об этом Что погибла Славная Дочь Цитирую Советского Народа В нашем Районе И селе Селе Керби И Кербинском Районе Прошли Митинги И решением Этих Митингов Было Увековечить Память Славной Дочери Советского Народа Переименовав Село Керби Село Имени Полина Осипенко И район Соответственно Данное ходатайство Было передано Верховный Совет РСФСР И 10 июля 1939 года Ходатайство Жителей Села И жителей Района Было Удовлетворено С этого момента Мы стали Называться Район Имени Полина Осипенко И село Полина Осипенко Имени Полина Осипенко Соответственно Еще можно Сказать Что На период Перелета Москва Дальний Восток У Полины Осипенко Уже было Пять мировых Рекордов По дальности Полета По высоте Полета Довольно-таки Героическая Личность Рисковая Любительница Адреналина Ольга Анатольевна Ну вот Тот самый Знаменитый Амгунь Набережная Села Полина Осипенко Чем она Так Значима В истории Вашего района И в истории Села Так Хорошо Начнем с того Что сейчас В большинстве Случаев Тут Не Амгунь А сейчас Течет река Семитка А Семитка Семитка Это раньше Да Именно Чуть-чуть Выше Амгунь Соединялась Семиткой И протекала Здесь И имела Довольно-таки Свой Суровый Такой Нрав Зачастую За год Несколько метров С береговой Линии Смывалась Архиве Администрации Муниципального района Есть карта 916 года Где представлена Именно Наша Кербинская Резиденция И вот По масштабу Этой карты Мы вычислили Что улица Набережная Которая тут Буквально Осталась От нее Хвостик Проходила Именно Вот По центру Реки Поменялось Русло Поменялось Русло Да А это место Было Местом Пристани Именно Сюда Приходили Все пароходы Именно Здесь Была База Орса И В период СССР Доставляли Сюда Продукты Речным Путем А до Революции Сюда Приходили Пароходы Колесники Доставляли Сюда Пассажиров А вот Там Совсем Рядом Тоже Очень Интересное Место Историческое Место Связано С тем С тем Здесь Был Первый Центр Административный Центр До Революции Здесь Находилось Уездное Управо А сейчас Что здесь А сейчас Здесь Располагается Наша больница Поликлиника И больница Но Под больницу И поликлинику Передали Только в 1938 1838 Году Здесь Значит До 38 Года С момента Революции Находился Исполком И так Называемый Народный Дом Прототип Клуба Ну и вот На этой реке Посмотри Как сейчас Все спокойно Сковывает Льдами А много Много лет Назад Жизнь Кипела Сюда Приезжали Вот эти Старинные Корабли Совершенно Верно Мало Того Что здесь Стояли Лавочки Молодежь Собиралась Именно здесь Проводили В летний период И осенний Когда позволяла Погода Гуляния Здесь катались С горки Горка была Каждый год Практически делали Именно здесь Катались С горочки Молодежь Продолжаем мы Путешествовать По памятным Местам Района имени Полина Осипенко В поселке Имени Полина Осипенко И вот приехали На традиционное Такое место Которое посвящено Всем Кто воевал В годы Великой Отечественной Войны Насколько я знаю Вот здесь еще Памятники Есть Которые посвящены Гражданской войне Да Ольга Совершенно верно В годы Великой Отечественной Войны Более Двух тысяч Если ориентироваться На данные С 42-го года С 42-го года У нас только здесь Начал Функционировать Райвоенкомат Ушло на фронт Более Двух тысяч Человек Более 600 Человек Не вернулось С полей Сражения 9-го мая 1985-го года Была установлена Установлена Мемориальная Стена Автором которой Был местный Художник Александр Живлаков В последующем Стена Стала Рушиться И на заводе Гагарина В Комсомольске На море Был изготовлен Уже Памятник Из металлоконструкции Здесь Занесены Имена Тех Кто не вернулся С полей Сражения Совсем Рядом Находится Могила Петра Даниловича Черенева Петр Данилович Черенев Это единственная Жертва При установлении Советской Власти В Кербинском Районе Но Партизаны Земляки Решили Отдать дань Ибо он Пожертвовал Своей жизнью И захоронить В парковой Зоне Нашего Села Вообще Парковая зона Нашего села Стала формироваться Как место Отдыха Место Такое Сакральное Пятьдесятые Годы Прошлого Столетия Можно Уже Правильно Так сказать Инициатива Только Молодежи И школьников Были посажены Высажены деревья Была построена Танцплощадка И это Стало Местом Аккумуляции Энергии Всех Наших Односельчан В конце В конце 20-х годов Прошлого Столетия Началась Такая Полоса Как Полоса Репрессий Политических Репрессий И именно В конце Уже 29-го Года В Кербинском Районе Появились Первые Репрессированные С Татарстана Украины И Белоруссии Вот на этом месте Как раз Находился Карантинный Лагерь Для привозимых Суда Со всей Матушки России Именно Здесь Умирали От Инфекционных Заболеваний И захоронение Происходило На противоположном Берегу Вот Нашей реки Есть Воспоминания Старожил О том Что Без Гробов Производилось Захоронение Именно На противоположном Берегу В 80-х годах Уже После Большого Наводнения Останки Размыла Размыла Совершенно верно Появились На поверхности Но тогда Власти приняли Оперативные Действия Все это место Было засыпано Известью Дабы не дать Распространению Инфекции Вот здесь За лесом Находится Камень памяти Который Который Был Установлен По Инициативе Жителей Нашего Района Первая Ласточка Это была Ковалевская Которая Именно Здесь С родителями Находилась В период 30-х годов Тоже И семьи Репрессированных И На самоходке Кербинского Прииска Капитаном Которого Был Владимир Коптеров Был Привезен Этот камень И установлен Именно На том Месте Где Находится И табличка Что Посвящено Памяти Жертв Политических Репрессий 30-х 50-х Годов Здесь На входе В парк Расположена Стелла Экипажа Самолета Родина Ольга Анатольевна Расскажите Про эту Стеллу Мы Находимся В центре Села Центром Села Является Именно Стелла Автором Которого Проекта Был Художник Кукарин 24 Сентября 1972 Года Торжественно Была Открыта Именно Эта Стелла И она Уже Стала Как бы Визитной Карточкой Нашего Района Ольга Анатольевна А чем Знаменательно Вот это Место Где Сейчас Находится Современный Детский Сад Села Имени Полина Осипенко 1938 В этом Здании Располагался Узел Связи В частности Телеграф Именно Здесь Командир Корабля Валентина Степановна Грязодубова Отбивала Телеграмму Сталину О выполнении Правительственного Задания Именно Тогда Весь мир Узнал Что есть Карта Точка На карте Нашего Советского Союза Под названием Керби Именно Тогда Родились Строчки У поэта Александра Твардовского И от версты И до версты От Керби И до самого Кремля Несла Навстречу Им Цветы Вся Советская Земля Вот Выходим Из-за такой Красивой Сосны И перед нами Открывается Здание Детской Школы Искусств Но Здесь Когда-то Не было Этой школы Что здесь Было Ольга Совершенно Верно В 70-е 80-е Годы Прошлого Столетия Здесь Находилась Школьная Котельная Многие Помнят Ее Но еще Раньше В 20-е Годы Тут Была Яма Просто Углубление Яма Но Здесь Разворачивались Довольно-таки Интересные События Связанные С командармом Яковом Трепицыным По суду 103 Кербинского Уезда Трепицын Лебедева И свыше Десятка Комиссаров Сахалинского Обл. Исполкома Были Приговорены К расстрелу Именно На этом Месте 9 июля 1920 Года Этот приговор Был приведен В исполнение Буквально В 350 метров Вот мы сейчас Находимся На территории Частной Да здесь Дом Частный участок Частный участок Здесь живут люди И вот именно На этом участке Предполагаемое Место захоронения Вот того самого Человека Про которого говорили Давайте напомним Нашим телезрителям Кто это был И за что Собственно говоря Его расстреляли И не только его Да Яков Иванович Трипицин Командарм армии Отмеченный тем Что Создал армию Буквально Из маленькой горстки Своих людей Довольно таки Уникальная личность Неординарная личность Но За что Вопрос Повисает В воздухе Потому что До сих пор Современные Следователи Не могут Прийти К единому Знаменателю Даже когда происходил Расстрел Ситуация Довольно таки Была Сложная Те части Военные части Которые были На стороне Трипицына По умыслу Были Отсюда Отправлены Подальше Что это происходило Историкам Стоит Разобраться Но Явно Что Была Очень Острая Политическая Борьба И вот Мы находимся На месте Предполагаемом Месте захоронения Мы здесь были Вместе С Краеведом Нашим Василием Витальевичем Бочкаревым С Галиной Дмитриевной Поздеевой Тогда начальником Отдела культуры И как раз Происходило Обсуждение Где Что Находится Чтобы Пока он еще В здравии был Вот И вот он Показал Что ориентировочно Вот на этом месте Должна быть могила Якова Трепицынов Куда он захоронен В Кандалах Так и не сняли С него Лебедевой Кияшки Комиссара И еще Двух человек Ниже Огород Там находится Смородинник Находится еще Захоронение Вот Что Василий Витальевич Бочкарев сказал Что там Именно в 30-е годы Еще стояла Табличка Что здесь Захоронены Комиссары Красные партизаны Но Там Должно быть Захоронение Комиссаров Сахалинского Обл.исполкома Вот здесь Да Совершенно верно Вот здесь У нас Предполагаемое Захоронение Комиссаров Сахалинского Обл.исполкома А вот здесь Стояла табличка Как он показывал Вот здесь Ну а дальше Начинается лес Да И По всем Воспоминаниям Что именно В болотистой Местности Были Захоронены Были Сделаны Захоронения Ну тут Самое низкое Место Ну а сейчас Здесь Растет Смородина Ну да И у Хозяина Этой частной Территории Тут собственно Говоря Огород Ну вот такие Вот исторические Моменты Района имени Полиной Осипенко Ольга Анатольевна Спасибо Вам Большое За экскурсию В селе имени Полиной Осипенко Есть предприятие Которое занимается лесовосстановлением Кербинское лесное хозяйство Так ну что Мы находимся В Кербинском лесном хозяйстве Нам сегодня Экскурсию по этому Замечательному предприятию Проведет Ярослава Гусельникова Ярослава здрасте Здравствуйте Ну рассказывайте У вас тут такое Огромное количество Теплиц Что вы тут выращиваете Деятельность свою Именно по выращиванию Саженцев Мы начали в 2017 году Построили первые Вот эти две маленькие теплицы Как бы попробовали Ну после нам понравилось Выращивать Вроде все пошло Все получилось Подобрали и удобрения Правильные И все И начали строить Вот построили Первую большую теплицу Это как вот у всех уже В спецхозе Такие же теплицы Потом Следом Вот теплица была И за ней еще стоит Одна Сейчас у нас пять теплиц Да На общей площади Там 0,228 гектаров В планах Как бы мы строим Еще шестую Она как бы уже отсыпана Площадка под нее Вот за этими двумя теплицами Пробовали ель выращивать Ну а так в основном Основная порода Лиственница В этом году Первый раз вырастили сосну Закрытая корневая система Опыт удачный Все хорошо выросло Есть арендаторы леса Которые занимаются Вырубкой леса И потом они у вас закупают Да У них есть договорные обязательства По которым они должны Потом воспроизводить этот лес И они к нам обращаются И покупают Вот этот посадочный И высаживают Там на местах вырубок Гарри Но не покрытая лесоплощадь Ну то есть вы в принципе Все Так скажем Выращенные маленькие деревца Реализуете Да Все полностью У нас работы допустим По подготовке К следующему году сезону Уже сейчас начались То есть сейчас у нас Забивают кассеты Ввиду того что у нас Не автоматизировано У нас все руками Что входит в понятие Подготовка Ну то есть Как бы уже даже Пассивную работу Можно сказать Потому что мы кассеты Сейчас забиваем Вот они кассеты Сейчас покажу Их сейчас забивают торфом Потому что у нас Как бы все Ручной труд То есть сейчас На забивке работают Где-то Даже наверное Человек 10 Вот Вот эта кассета Их забивает торфом Мы их пока Просто здесь складываем К следующему году Готовимся Потому что По 3-5 семечек Нет по 3-5 семечек Ну в зависимости У семян есть класс Все понятно Да и как бы Ну в зависимости от класса Ну 3-5 семечек Мы слипим сюда А 3-5 семечек Это ну чтобы Точно Да-да-да Какая-нибудь из них прижилась Да-да-да Потом Проходят Они всходят Эти семечки Дальше у нас Пикировки идут Вот лиственница Выращенная Ну и все Потом он растет Саженец Желтеет Скидывает Да Это лиственница Да Все вот она в спячке Все потом Она желтеет Формирует почку Мы ее выкапываем Упаковываем В коробке В ящике По 500 штук Когда она В смысле Это весной будет Реализовываться Это будет высажено Да Уже весной Да Растет А выращиваете вы ее там За летний период Она зелененькая Да Конечно Да-да-да Это она Да вы посмотрите Вот у нас допустим Лиственницы Они здесь стоят Вокруг территории Вот они Они все уже без хвои Хвою потом скидывают И все Вот полноценный Саженец Ушел в спячку Лиственницу Вы выращиваете Сосну Сосну Сосна она не скидывает Лаю Она вечно зеленое дерево У нас еще есть Государственные задания Которые мы выполняем Каждый год То есть весенние посадки Как правило Там гектар 20 Когда 30 И вот Их тоже Да Это как бы Да Это ищет Включая и госзадания Когда начнется Самая такая активная работа В каком месяце Ну вот Сейчас уже началась работа Где-то в апреле Мы начнем подготовку семян То есть там Замачивать их Протравливать Ну и где-то Конец апреля Начало мая Мы уже высеиваем Так Евгений Ну рассказывайте Что за техника Здесь представлена И какую функцию Она собственно Выполняет Ну вся техника Выполняет функцию Для пожаротушения Доставки людей Подвоза воды Здесь мы видим И Урал С тягач С тралом Который Бульдозера возит На пожары Пожары Ну частое явление Или В этом году В этом году Было Поменьше Всего Три очага Было Которые мы Выезжали И тушили То есть ваше предприятие Помимо Выращивания Выращивает Саженца Саженца Еще занимается Высадкой Правильно? Да И плюс Тушит пожар Да А вот например Это красное Что это такое? Что за танк? Это не танк Это вездеход Машина повышенной проходимости Где нет дорог общего пользования То есть люди подвозятся К очагу пожара На вездеходе Какие предприятия Обращаются к вам Засаженцами? Не только те Которые вырубают лес Но и есть ряд других предприятий Есть электрики Которые тянут линии Есть ростелеком Золотодобытчики Горнодобывающая деятельность То есть их обязуют высаживать И они как бы Обращаются Да Ну лес Который они вырубили Они обязаны потом Восстановить Что тут у вас Еще такого интересного Из техники есть Редкого Чтобы наших телезрителей Удивить Ну редкого ничего нет Все Все стандартное Но все на ходу Все работает Все на ходу Все работает Вот сейчас мы У нас Сезон закончился Мы восстанавливаем технику Обновляем Закупили гусеницы Вот Бульдозер Делаем Ну в зимний период Слава богу Пожаров практически Не бывает Поэтому действительно Это такой период Когда технику нужно Отремонтировать Остановить К новому сезону Вы ее сами закупаете? Да Ну Техника которая Именно на пожары Нехозяйственная Сейчас правительство Сделало Очень хороший шаг В этом году Мы получили Новый автомобиль УАЗ Для пожаротушения И сейчас Должны получить Новый тягач С тралом Сколько у вас Здесь Всего Работает людей Вот на обслуживание Техники Ну и потом Соответственно На работах Сезон Да И сколько единиц техники В зимний период Не так много Порядка 7 человек А летом Мы привлекаем На пожаротушение Рабочих Которые Именно тушат У вас даже Лодка есть? Да А на ней Куда? Осуществляется По реке Амгунь Патрулирование В случае возгорания То есть И потом По спутникам Связи Передаются Координаты И люди Уже Выезжают Именно туда В общем Отважная Профессия Не только Саженцы Посадить И вырастить А еще И лес Защищать От пожаров И катаклизмов Далее Мы погрузились В национальную Культуру Эвенков Отправившись В культурно-досуговый Центр А началось Все со встречи Обрядов Очищения И загадывания Желаний Наш национальный Обряд Провождение Через эту арку Очищение Кормление Огня И ленточки Вешаем Вон там Ветка На эту ветку Вешаем Это делалось У нас Нашими предками Это самое Это И загадать Надо желание Чтоб все хорошо Было В общем Все это ваше Идите Проходите Здравствуйте ОН ПИНИ ВАЛГУЧАН КАЛЛО АНТИЛВАЙЁН КАЛЛО АЯПИНИ ВОТИРГУ КАЛЛО НЕУКТАНУ КАКТЕРАБУ ПУИНИ СЕРКАБУ АПАСКАНУ СЕРТЕГУ АЯПИНИ ВОТИРГУ АЯПИНИ ВОТИРГУ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Альбина Александровна, ну расскажите, где мы находимся, что это за храм культуры такой в районе имени Полины Осипенко, в селе имени Полины Осипенко, который, как вы мне сказали, долго ремонтировался и вот наконец-то отремонтировали, очень красиво, очень уютно. В культурно-досуговом центре проходят все мероприятия, которые у нас запланированы в течение года, проходят общественно-политические мероприятия, сходы граждан, ну по надобности. Вот в данный момент совпало с опросом. Наше мероприятие совпало с опросом. В одной комнате проходил опрос в дискотечном зале, а здесь мы с вами работаем. У нас в апреле 2020 года был создан Центр национальной культуры Преамгунье. Значит, при центре ведутся у нас объединения Геркия, вокальная группа Венкийская. При вокальной группе Геркия была создана детская группа Ахиктакан, звездочки. Дети также у нас выступают. Выезжаем мы на краевые, межрегиональные конкурсы. Также у нас действует объединение Чикты, бусинки. Это декоративно-прикладное искусство, где также у нас и дети занимаются, мастер-классы проводятся. Это моя личная была мечта открыть этот центр для того, чтобы можно было продвигать культуру, национальную культуру, как можно дальше, и чтобы финансовые возможности были намного шире. Мы под него получили, написали проект по развитию центра. Началась у нас работа по развитию эвенкийского языка. То есть два месяца у нас человек работает с людьми и обучает эвенкийскому языку, разговорному языку. Не писать, а просто, чтобы люди понимали. Общались. Не только это. Вот Гиркея у нас поет, чтобы мы же на национальном языке, чтобы понимали, о чем мы поем. О чем песня. Существует театральный эвенкийский коллектив, который готовит постановки сказок на эвенкийском языке, именно на эвенкийском. Ну, кроме, конечно, национальной культуры, у нас очень хорошо развита работа с пенсионерами, с людьми старшего поколения. У нас существует объединение «Лукошка». Дальше у нас развивается народное творчество, русское народное творчество. Существует народный коллектив, вокальная группа «Ивушка». Она практически на каждом концерте у нас участвует и тоже представляет это искусство. Большая работа идет с детьми. Она и это связано. У нас два театральных детских коллектива, два театральных взрослых коллектива. Вокальные детские студии работают, ребятишки ходят, их очень хорошо принимают. Они всегда являются украшением. В общем, район имени Полины Сипенко очень духовный, творческий, богат, я смотрю. Не только на национальную, но и на русскую культуру. Екатерина Гавриловна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что за наряды представлены на этой выставке, которые, насколько мы знаем, в вашем исполнении все изготовлены. Это моя первая, когда у нас организовалась группа в 2012 году. Первый костюм, вот этот, вот этот ободок. Это сценический, да, костюм? Сценический, да. И все, а там фарточек внутри, а это сверху, просто так. Накидочка? И все, накидочка, и все. Вот теперь вот этот костюм. Вот этот костюм я шила, даже в Москве побывала. Младшая дочка ездила. Первое место по всей России. Екатерина Гавриловна, ну вот что это за костюм? Почему вы вот именно так его придумали? Для какого-то номера, может быть? Знаете, у меня ничего у нас нету, никаких рисунков, ничего. Вот здесь у нас в голове, наверное. И все, вот это я увидела, вот орнамент вот такой, чуть немножко увеличила. Это рынкистский национальный. Наши предки делали, на техноунтах делали, и все такое. Вот я перенесла сюда. Вот эта, да, эта лапка, он наш символ. Символ эвенков, как она называется, ой, я забыла. Птица такая есть. И вот символ, они везде прикрепляли наши предки тоже. У них такие олениные шубы делались, и то прицепляли, они где-нибудь прицепляли. А вот вы говорите, национальный эвенкийский узор, а что его отличает, например, от эвенов, нанайцев, других, негидальцев, например? Ну, у негидальцев, они говорят, о трехлистниках, там у них в основном преобладают рога. Это рога. Мы эвенки вот так вот украшаем свои наряды. Вот эти вот. Это рога. Вот это вот. Это как горы, может быть, да? Да, могут, да. Вот это вот. Это все, это наши так делали. Вот это тоже, да, олень? Да, это как олень, как рога, да. А вот, кстати, я обратила внимание, много разноцветных полос. Это что-то стоит уже. Нет, это украшение. Это уже для яркости со сцены, да? Да, да, да. Хорошо, про вот эту часть костюма. Это на голову, оберег. Оберег? Да. И вот обязательно должен быть с весюльками? Да, это современно так делается. Чтобы шумело? Нет, это современно так делается. Кстати, это мое платье, это я так делала. Так. Вот оно. Это для красоты все делается сейчас, современно. Померишь, Людмила? Одевайте, померите. Давайте померим. Мне кажется, прирожденная венгийка. И еще. А еще, хотите платье одеть? Лапа Гагары. А, Гагары. Лапа Гагары. Выяснили, чья лапка. Ага. Волосы там? Во. Вообще. Все. Девчонки, посмотрите. Отойдите, пускай женщины смотрят. Новая солистка вашей группы. Таня, Людмила. Оставайтесь. Отойдите. И вот так он, вот смотрите. Вот так. Я уже на швеймешке. Раз, два, три. В разные стороны по-разному звучат, да? Можно, да, да. Раз, два, три. Так, и что? Движение давай. Красота. И кричите. Долчаткалу. 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 И пошла играть. И пошла играть. И ушла. Во, во, во. А теперь назад. У нас это движение Хадьо. У нас национальный хоровод Хадьо. И все, когда вот раньше со стойбища приезжали в другое стойбище, и они встречу организовывали, и брали вот так вот за руку, и пошли. Эх, Хадьо! Эх, Хадьо! Эх, Матхо! Пошли, три, четыре. Эх, Хадьо! Эх, Хадьо! Эх, Хадьо! Эх, Хадьо! Эх, Омакал! Эх, Омакал! Эх, Омакал! Эх, Омакал! Эх, Хааре! Эх, Хааре! Эх, Хумкой! Эх, Хумкой! Эх, Хадьо! Эх, Хадьо! Это в основном делали мужчины. Целый вечер они до утра могли это делать и они до такой степени это все делали, аж земля дрожала. Вот такое вот было. Это как приветствие? Что это означало? Это приветствие. А потом начинали у них это самое. Они, во-первых, алкоголь никогда не пили, у них такого не было. Чай, мясо, рыба, вот это вот все. И общались вот так вот. Людмила Гавриевна, расскажите, пожалуйста, про деятельность Вашего председательства здесь, в Полине Осипенко. Во-первых, создавали ассоциации для того, чтобы сплотить людей, всех коренных, какие-то решать общие проблемы у нас в районе, что мы и делаем, сохранять культуру, уклад жизни. На сегодняшний день у нас коллективы, да, люди поддерживают культуру. У нас есть коллектив Геркие, Хиттакан, который занимается в культурно-досуговом центре села имени Полина Осипенко. Есть коллектива Владимировки в селе компактного проживания. Нас поддерживают предприятия, которые работают на нашей территории. Это компания Полиметалл. Они ежегодно выделяют на ассоциацию денежные средства, которые мы распределяем, то есть это на проекты. То есть все костюмы, которые пошиты, это практически на средства Полиметалла. Наши мастерицы и коллектив, они выезжают, бывают на мероприятиях, которые тоже закладываются. Деньги на эти деньги. Ну, в общем... Много мероприятий проходит в течение года? У нас... Вот они должны еще в Лануды лететь. Недавно у нас здесь Викторовна и Былина, Людмила выезжали в Хабаровск, представляли наш район. У нас команда спортсменов уехала в Хабаровск, также представляет наш район Полина Осипенко. У нас проводится ежегодный день охотника, который получил статус межпоселенческого. Мы проводим его каждый год в разных селах района. Марина, расскажите, что за работы тут представлены, что вы делали и что это самое главное означает? Это же обереги, да, в основном? Ну, да, обереги это вот, это в негидальском стиле, потому что здесь идет трехлистка, да, вышивается на ровдуге. Это шкура сахатова. А что это такое? Это, да, наручку, браслет. Получается детский браслет. Это тоже негидальские, да, получается? Нет, это уже как-то более современные. Современные? Да, уже. Вот это тоже у меня, это уже последняя моя работа, тоже сувенирные. Очень красиво. А это что? Ну, просто как сувенирные. Сувенир, да? Да, как панно получается. Вот это вот сделано из натуральной кожи, этот коврик, натуральная кожа. Это значит, наши родители выделывали шкуру, мяли, скоблили и это самое... Сахатова. Сахатова, да. И выделали вот это натуральная кожа. Сейчас у нас этого нет, потому что никто сейчас не выделывает, молодежь не умеет, а мы тоже в детстве нас не учили этому. И получается, что сейчас мы по ткани все это делаем, допустим, вот меха еще умеем. Используется. Да, используем, а вот натурального меха у нас нет. Вот сделана эта андатра, вот сама андатра. Это черная норочка, это кролик, это норка. Что там потом? Дальше пойдемте. А вот это? Вот это хвостики, своболи. То есть андатра, норка, норка, кролик, да? Кролик, да. То есть, вот, давайте здесь. А это из чего, скажите? Хочется сказать, из тигра? Ну, довольно. Из чего? Это из лапок лисы. Лисы. Вот они. То есть полностью, полностью, вот это все, это лапки лисы разных размеров, да? Да, вот здесь нерпа, они же бывают желтоватые, зеленоватые. Пятнышку. Да, пятнышку бывает, это я, мне прислали с Чумикана, я же там работала последние 18 лет. Это чернобурка. Чернобурка, так. Ой, вот этот красивый, с цветочками. Ну, давайте я попробую угадать, да? Норка, желтая норка, да? Это тоже шнурка? Да, это искусственные. А, это искусственные. Искусственные. В палатке это ложили, они только делали такие, вот такие длинные. Да, длинные. Делали длинные. И клали, там вот на палатке сидишь, вот здесь печка такая железная. Садимся вот здесь, и столик здесь не будет. И мы сидели. 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 Дети начальной школы, дети пришкольного интерната на каникулах приезжают, приходят, занимаются. Дети начальной школы приходят на кружок два раза в неделю, где делают разнообразные поделки из природного материала, такого вот, как, например, у нас с Желуди. Учатся из бересты, работа с берестой. От взрослых идет преемственность к детям, для того, чтобы сохранять нашу культуру, наши умения передаются каждое поколение, чтобы передавало друг другу. Устраиваемые выставки, детские выставки, участвуем в краевых конкурсах, таких как ремесла земли Дорсу. Как сами детки вообще с удовольствием ходят заниматься, перенимать вот это умение? Да, детки пока маленькие, вот начальная школа, они прям с удовольствием бегут. У нас поселок маленький, ходить, таких центров развиваться, тем более с этническим направлением, да, нет таких. Приходят после уроков, бывает, что в каникулы они каждый день могут приходить, а так после уроков два раза в неделю приходят здесь, начинаем мы с ними что-то, и в течение недели, потому что им быстро надоедает, как бы подолгу они не сидят. И каждое занятие, начинаем мы продолжение, продолжение, и когда-то быстро кто-то заканчивает, кто-то медленно, ну, у всех способности разные. Что касается национальной кухни, вот этому обучают? Национальной кухне у нас… Это более взрослые такое уже занятие. Это более взрослые. Как бы мы готовим, это когда на празднике, и когда участвуют все в этой дегустации, мы показываем и рассказываем, как блюда называются. Продукт как юкола, все знают, рыба соленая, рыба копченая, как бы вот это вот сушеное вяленое, это, наверное, самых маленьких знают. Но самое главное, что в поселком собираетесь, и дегустации на праздники вот такие вот устраиваете. Да, 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 национальная кухня на праздниках у нас, как День охотника, например, День коренных малочисленных народов мы справляем. Обязательно стол накрыт, национальная кухня приветствуется в основном. Бывают, конечно, там блюда и не национального характера, да, других, но в основном идет на национальный уклон кухни Нигидальцев и Ювенко. Ну вот мы и добрались до нашего кухонного кулинарного стола, почти добрались. Я раскрою секрет, что мы сегодня будем готовить много блюд из юколы. Юкола это сушеная или вяленая в простонародье рыба. Но начнем мы с того момента, как, собственно говоря, рыба разделывается, чтобы ее потом правильно повялить, правильно закоптить, чтобы сделать из нее вкусную юкру. Правильно, Михаил? Да. Михаил мне помогает сегодня. Михаил, вот так у нас рыба. Что это за рыба? Ну, это самка киты. Почему используются самки киты осенние? Потому что у самочки более мясо нежное. Из-за этого то, что если она высушится, более быстрее до готовности дойдет. Сначала прорезается полностью до основания с двух сторон. В юбке, я помню, используются боковинки рыб, да? Да. Боковинки рыб, ну и мясо, которое остается. Да, чем тоньше мясо, тем быстрее высохнет, сделается, да? Это получается с рыбы всего две юколы, да? С одной рыбины так с другой. У нас получается, нарезается мелкими кусочками желательно. Чем мельче, тем она быстрее просохнет. Такой цвет интересный у мяса. Немножечко белый. Это потому что самка? Это потому что уже, как сказать, рыба не только с речки, уже подмороженная чутка. Вот из-за этого. Когда ее свежую, готовишь прямо с речки. Тогда она красная. Тогда, да, у нее и красный, и растягиваешь ее. Все, вот одним словом, уже одна часть юколины готовая. Тузлук просто окунул, поболтал там пять секунд, вытащил тут же в сырую, холодную воду. И повешиваю, и сохнули. Сохнули буквально дня три. Ну, как корочка покрылась, при этом отдаешь ее дымком. То есть, все-таки под комфортить не только надо, да? Да. А для чего делает это, чтобы муха не нагадила, ничего этого не было. И она как сохраняется. Раньше для чего юколу готовили? Потому что это, например, пошел в лес, взял с собой. Раньше ее не солили. Потому что раньше, как сказать, не умели рыбу солить. То, что он пошел ее в тайгу, взял с собой. И перекусить дорогой можно спокойно и сытненько, и все. А вы говорите, раньше ее не солили. То есть, раньше в Тузлук ее не солили? Нет. Ее просто под копчением. То есть, она была не соленая. Все, вот это, получается, это уже ненужная часть. Ну, как и нужная. Да, вот такое. Из нее потом можно и бульоны, да? Да, на укол можно еще приготовить. Я имею в виду, что на юколу уже тут уже ничего не возьмешь. Тузлук, вода и решаем сушить. Да, разводим небольшой дымокор. Потому что ее сразу же, мухата, налипнет на нее, если не будет дыма. Дым разводится, чтобы отпугнуть мухату. Я думаю, в принципе, многие наши телезрители знают, что такое юка, что такое сушеная рыба. Но напомнить никогда лишним не будет. Итак, мы сделали заготовки для нашей юколы. А уже из готовой юколы сейчас к нам Людмила присоединится. Мы пойдем готовить какие-то интересные негидальские блюда. Михаил, спасибо большое за мастер-класс. Ты видела, как я мастерски разделал рыбу? Ну, видела, конечно. Красота же? Естественно. Все, теперь я буду делать юколу постоянно. Наталья, расскажите, что мы будем делать уже с сушеной юколой. Мы уже, как говорится, приступаем к приготовлению национальных негидальских блюд. Я хочу вам сначала показать, как выглядит юкола сушеная, готовая, после месяца, как она вялилась. Сушеная и немножечко подкопченная. Подкопченная, да, ее несколько дней подкоптили, а потом просто сушили на свежем воздухе. Месяц она провисела, да? Да, она полностью готова к употреблению. Заготавливают не только половинки, а еще и спинки. Без шкурки практически, только мякоть, чтобы было еще вкуснее. Что же за первое блюдо такое будет? Потому что я смотрю, у нас на столе только юкола, кастрюля и поварюшка. Да. Специально юкола, которая прокоптилась только два дня, еще не доготовленная, не готова к употреблению, ее снимают для того, чтобы сварить. Это вот такая вот, да? Да, вот так она выглядит. Ой, она и мягонькая такая. У нас, конечно же, она перемороженная, да, потому что сейчас 21 век у нас Эйларии морозильной. Мы ее снимаем, замораживаем, чтобы потом в любое время года можно было достать с морозилки. Запах она, да, сохраняет. И мы ее просто отвариваем. Потом это будет готовое полностью блюдо, очень вкусно. Ну тогда, да, ответственное задание. Я включаю плиту, мы ждем пока у нас закипит. Вода и туда будем, собственно говоря, бросать. Ну, как рассказывал Михаил, пока я разделывал мастерские рыбу, нужно небольшой туз лук приготовить. То есть у нас рыбка немножечко, чуть-чуть посоленая, да? Да, да. Слабосоленая получается. То есть мы потом воду не солим. Не солим, да. Да, вот она уже закипела просто, понимаете. Опускаем? Да. Это тоже кита, да? Да, конечно, это кита. Варится она у нас с момента закипания 10-12 минут. Ну, так как она перемороженная уже, мы ее варим всего лишь 10 минут. Когда она свежая, прям уже не 12, а кипятить. На самом деле, да, я думаю, достаточно. На самом деле, я сейчас от своего детства вспоминаю, мы так очень часто делали. Тоже заготавливали, засаливали киту. Но единственное, не вот так вот ее нарезали, а висела полная боковина рыбы. Очень долго висела на подоконнике. И отец, когда уже там проходил месяц, отрезал, а вот действительно вот так вот закидывали, отваривали с картошечкой. Ну, вкусно. Я не знал, что это национальное негидальское блюдо. А вы давно здесь живете? Вы знаете, я и сама не знала, что это негидальское блюдо. Не знала, что такое вообще есть. Я живу в селе Владимировка 7 лет. До этого я с Полиной Осипенко, потом жила в Хабаровске. Вот муж меня сюда привез, познакомился со своей семьей. Бабушка у него, Надеяна Дарья Ивановна, мы ее все знаем. Дмитрий, хранительница негидальской культуры, знает все национальные блюда. И когда я приехала в этот дом, первое блюдо, которое приготовили к моему приезду, это была вареная юкла. Я попробовала, была удивлена, скажем так, потому что я не поняла, что с рыбой сделали. И копченая, и не копченая, и вареная, и не вареная, и жареная, и не жареная. Когда мне рассказали, как ее готовить, оказалось так просто. Ну, именно варить, уже, скажем так, полуфабрикат. Казалось бы, да, село имени Полиной Осипенко находится всего в часе езды от села Владимировка. Вы жили там и не знали про такое вот традиционное блюдо? Век живее, век учесть. У нас в Осипенко нет, такое вообще не растет. Десять минут прошло. Ну что, Наталья, как? Красота. Дошла до кондиции? Все, выключаем, да? Идеально. Аромат обалденный. Она весь дом. Мария Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария Егоровна. Ну, рассказывайте, что за салат мы будем делать, из чего, какие ингредиенты, и как... Мы сегодня... Я угадаю, из юка. Да, из юколы, да. Вот так отмочили ее с вечера до утра. Юколу. Вот сейчас будем ее так резать. Так. И соломкой. Убираем шкурку. Я себе тоже возьму и буду повторять за Марии Егоровны все движения. Шкурку снимаем. Помимо юколы, что еще входит в салат? Лук. Можно теремшу добавить. Так. Масло. Можно перец добавить. То есть основной ингредиент это все-таки рыба? Да. Вот вы сказали, вымачивали ее с вечера до утра. В холодной или в горячей воде? В горячей. В горячей, да? То есть залить горячей водой и пускай себе стоит, вымачивается до утра. А есть у этого салата какое-то название? Нет, наверное, да, никакого? Просто рыбный салат. Рыбный салат из Юколы. Вопрос. Если не получается соломка, можно ли такой свободной формой нарезать? Да, да. Хочу попробовать. Вкусно? Очень вкусно. А лук простой зеленый или это дикий лук? Дикий. Дикий? Ну, если нет дикого, то можно же и простой, да? Да. Мало простой. Как часто вы такой салат готовите? Не часто. По празднику. Так, заправляем. Маслом? Да, масло немножко. Луком. Так, Мария Егоровна, скажите, когда стоп? Пачек. Помешаем. Черемша получается? Ну, может, четыре штучки пока. Так. Это черемша соленая, да? Нет, свежая. Свежая замороженная. Свежая замороженная, да. Вот перчик, если что. Лучок тоже нужен такой вот? Да, можно добавлять. Можно добавлять. И третье завершающее на сегодня блюдо, это тоже будет салат, да, Анна Николаевна? Это будет салат из молок рыбьев, предварительно вымоченные они, они соленые, сваренные, будут салаты. Готовы к салату? Готовы к салату. Это основа нашего салата. Это основа нашего салата. Вареные молоки, которые были сначала пойманы в рыбке, разделаны, вытащены, потом засолены, хорошо тогда, чтобы долгое хранение было в этих молоках. Сухой посол. Потом их достали, вымочили, сварили, и вот теперь мы будем готовить. Приступаем. Да. То есть начинаем резать тоненькими, желательно, да, вариации разные, кто как. Я вот хотел спросить, в свободной форме или нужно тоненькими вот тоже такими полосочками? Желательно тоненькими. А эти молоки у нас не подкопченные, они у нас просто получается сваренные. Просто, просто салат. То есть такими кругляшочками получается. Да, да, да. Еще в этот салат будет входить также дикий лук. Дикий лук. Простой лучок, да? Простой лучок. Мы порежем голову. Заправим мы перчиком и машем салатом. Также мы это все дело не солим, потому что они у нас были соленые и вымочены до нормального состояния. Или немножко подсолим. Мы попробуем. А, на вкус подсолим, да. Если будет необходимо, да, мы можем подсолить. Но как бы никогда не солим, потому что бывают вариации заправки разные. Можно с современными заправками сделать, как с соусом или майонезом. А, то есть с майонезом тоже этот салат? С майонезом, да. Мы еще варьируем, добавляем яйцо вареное. В общем, короче говоря, можно фантазировать как угодно. Да, но мы сегодня как бы готовим больше национального уклона, и поэтому добавлять мы будем только дикий лук и приправку. Черемша замороженная, ее выговорить можно при кусках. Да, черемшу мы не будем добавлять, как бы, чтобы не перебивать вкус. Скажите, а если свежие молоки, их можно, например, отварить и также использовать в этом салате? Ну, нет. Лучше их засолить, потому что когда они просаливаются, они набирают крепости. В консистенции такой становится. А свежие молоки, они просто развалятся? Да, скорее всего, они развалятся, а свежие молоки в основном жарят. Молоки нарезаются, лук у нас уже нарезанный. Душечка, даже так знаете, напоминает осьминога вареного. Ну, знаете, у нас в простонародье говорят еще, что кальмар. Так, лук. Берем среднюю головку лука. И как мы ее режем? Полукольцами. Некрупно. Люд, вот я знаю, почему ты мне отдала микрофон держать. Чтобы освободить свои руки, чтобы побыстрее положить себе вот этих вот вкусных, негидальских вкусностей, которые сегодня мы с тобой готовили. Готова взять картошечку. Возьми обязательно, вот попробуй вареную, юкалу. Сначала сейчас я салатик. У этого салатика нет названия, но мне кажется, ему смело можно дать, знаешь, знаешь, какое название? Владимировка. Почему нет? Салат Владимировка. Потому что был изобретен и приготовлен в этом поселке. Ну что ж, друзья. Вкусно. Нам приятного аппетита, тебе приятного аппетита. Я все-таки отложу в сторону микрофон. Не отставай, не отставай. И тоже буду дегустировать. Начинаем. Это божественно. Что конкретно божественно, скажи мне, пожалуйста. Ну что, сытые и довольные, находясь в таком прекрасном, тихом, уютном месте под названием село Владимировка, мы хотим с вами попрощаться. Вы смотрели программу «Национальная кухня» из района имени Полина Осипенко. Мы с удовольствием благодарим администрацию района имени Полина Осипенко, все тех, кто принимал участие в наших съемках. Да, кто помогал организовывать, сопровождал. И, конечно же, правительство Хабаровского края. Ну что, ты готов ехать дальше? Я готов ехать дальше, но сначала предлагаю... Ты посмотри, сколько вот снега потрясающего, белого, красивого выпало. Давно мы такой снег не видели. Давно. Давай делать снежных ангелов. Ой, я с удовольствием. Только надену сначала шапку и перчатки. Пошли. 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 Продолжение следует...